Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня, как всегда, пришла в мой огород, так как погода у нас немного наладилась. Ну, солнышка пока нет, ну, по крайней мере, не холодно и не идет дождь. Вот видите, еще пока есть облака. Сегодня хочу вам рассказать, вот открыла мои там томатики, это гномы, про которые я вам в предыдущих видео показывала, что они были у меня укрыты вот укрывным материалом таким сверху, потом еще одни дуги были внутри, тоже сверху был укрывной материал, и плюс еще была тоненькая пленка сверху от дождя. Ну, вот видите, как сейчас выглядят гномы, конечно, все печально, было холодно, я их вообще неделю не открывала, даже не смотрела, что там творится. Вот сегодня открыла первый раз, убрала все дуги, буду оставлять только вот этот укрывной материал сверху и вот эти большие дуги. Сейчас буду ставить палки для подвязывания. Ну, вот видите, как выглядят на сегодняшний день мои гномы. Вот здесь вроде получше, ну, хотя все почти в бутончиках. В бутончиках точно все, но вот это у меня, по-моему, второй это какой-то американский у меня, это вот стринги, которые вы видели в теплице, он уже дает, вот, как говорится, маленький томатик дал, плодик завязал один, вот. Ну, а эти, видите, совсем не росли. И вот, видите, вот эту дырку, например, где были у меня дуги воткнуты, там вообще, когда я доставала, там хлюпает вода. То есть, я думаю, они не растут из-за того, что у них корни все в воде. Вот сейчас я это все просушу, может, дня через два, потом замульчирую, когда все просохнет. Сырую почву, конечно, мульчировать нельзя. Вот я просушу, земля еще хорошенько прогреется, и, думаю, они все-таки рванут в рост. Потому что я, вот, таким удобрением я сейчас буду опрыскивать своих гномов. Все вы его, наверное, знаете, кто живет в России. Вот, макбор, как мне моя зрительница сказала. И вот сейчас я вам покажу, чтобы не было вопросов, потому что, когда видео насчет подконки бором, я неправильно там все перепутала, в общем, неправильно показала в видео. Бор я беру 2 грамма на 10 литров, а здесь, вот, видите, по инструкции, есть ли вне корневая подкормка. Вот, нужно почитать, что здесь стоит на пачке. Я возьму, конечно, меньше. И хочу сейчас обработать свои гномики от штресса и от холода. Бедные они там, конечно, стоят. Даже все листья посинели. И плюс еще подъели слизни. В общем, вот, я обрезала все листики, которые выглядели не так хорошо. В общем, и подъеденные, и с пятнами какие-то. Вот остались гномики в таком виде. Так что, вот, так они выглядят. Видите, слизни тут пошировали. Сейчас их опрыскаю, ну и буду наблюдать, как они себя будут чувствовать, что будет дальше. Сейчас вот эти дни будет тепло. Я думаю, они восстановятся. Друзья, ну вот опрыскала я свои томатики, свои гномы. Сейчас они подсохнут. И укрою их вот этим укрытым материалом только сверху. И все. И я думаю, так даже будет лучше, чтобы они просохла земля. Потому что они были под пленкой. Постоянно лили дожди. Земля была сырая. Сейчас поставлю полышки, подвяжу их все. Ну и все. На сегодня с гномами, я думаю, достаточно. Буду наблюдать, как они себя будут дальше чувствовать. Также попрыскала вот на свеклу. Вот капуста таким образом выглядит. Видите? Подожрали. Хоть вот вам и синенькие эти отрава лежат, но все равно, видите, им все ни по чем. Сверху это у меня доломитовая мука. Вот присыпала я. Ну вот это вроде ничего. Ну вот с краешку только объели листья. Ну вроде серединка неплохо выглядит. Ну и сейчас буду дальше продолжать заниматься в огороде. Как говорится, пользоваться хорошей погодой. Ну солнца нет. Ну хорошо, хоть дождя нет, то для меня уже это хорошая погода. Вот эти томатики тоже себя чувствуют неплохо. Видите? Так что буду продолжать. Сейчас высажу цукини. И то, что я из дома привезла. Не знаю, каким образом я сейчас это все буду разбирать. Сейчас вам покажу. Вот на своем панцире. Привезла. Видите, какой у меня тут целый салат. Я не знаю, как это сейчас потихонечку буду все разбирать. Арбузики, дыньки. В общем, сейчас буду все это потихонечку доставать и разбирать. Вот цукини уже готовые стоят под высадку. Как высажу, я вам покажу. Что и как я сделала. Трава уже подрастает. Вот как раз подрастет. Для мульчирования мне подойдет. Земля к тому времени просохнет. Так, вот у меня огурцы, которые я в теплице. Сейчас быстренько вам покажу. Так, вот эти огурчики. Тоже надо уже подвязывать. Этот, вот видите, уже тоже подожрали маленько. А другие, вот смотрю, подросли. Ну, видите, хлорозят. Такие желтые листочки. Кайма тоже желтая. Ну, в принципе, земля здесь хорошо удобрена. Но вот из-за холода корни не могут брать, как говорится, питательные вещества из грунта. Огурцам, конечно, надо обязательно в теплую погоду. Так, вот видите, это тоже у меня еще все ждет в своей очереди. Несколько раз вам уже показывала. Ну, и вот таким образом все выглядит у меня в теплице. Томаты уже вовсю растут. Ну, да, начали уже крутить потихоньку макушки. Вот, так что буду сейчас продолжать дальше работу. Друзья, вот я высадила 2 своих цукини. Но у меня тут произошло, как говорится, беда. Вот этот цукини я отломила. Так, жалко, конечно, вы не представляете. Смотрите, сколько у него бутончиков. Ну, я думаю, что он не выживет. Я его склеила, конечно. Скотчем обмотала. Ну, думаю, что ничего из этого не выйдет. Так что останется у меня только вот один мой цукини. Ну, буду смотреть. Сейчас укрою их дугами под укрымной материал. Конечно, так жалко, вы не представляете. Друзья, ну что, у нас сегодня с гномами все. Вот я их уже подвязала. Сейчас укрою укрымным материалом. Вот его опущу, что у меня здесь. И все. То есть больше ни пленка, ничем укрывать не буду. Только вот этим укрымным материалом. Я думаю, уже все достаточно. Под этой пленкой им стоять, мокнуть, как говорится, конденсат. И так в этом году все сырое. Не знаю, насколько это все скажется на томатах, на болезнях. В общем, будем смотреть. Ну что, друзья. Закончила я сегодня свою работу в огороде. Заклеила я свой цукини, который обломала. Вот, видите, не знаю, выживет до завтра, нет. Ну, буду смотреть. Если что, куплю новый. Отдала салат подружке своей турецкой. Вот, высадила капусту, которую я вам вчера показывала. Вот, ну и все. В общем, все укрыла. Не смогла сегодня доделать, что запланировано. Хотела высадить дыню и арбузы. Но вот не хватило мне времени. Оставила арбузы вот здесь в тепличке. Я думаю, что сейчас закрою теплицу. Будет все нормально с ними. Вот, все выглядит таким образом. Сейчас уже и дыньки свои поставила там наверх. Ну, я думаю, что сегодня они переночуют, не замерзнут. Ну что, друзья. Заканчиваю я свое видео. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А я вам желаю хорошего дня.